Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Я рад новой встрече с вами, и сегодня мы поговорим о крайне необычном способе защиты растений от болезней. Эти методы, про которые я хочу вам рассказать, они связаны со стимуляцией фитоиммунитета. Точно так же, как у человека есть его иммунитет у животных, так же иммунитет имеется и у растений. Это совсем другой иммунитет, другого плана иммунитет, но все-таки иммунитет. Существуют вещества, когда мы воздействуем именно растения, они мобилизуют защитные силы организма, и организм уже растения, как и человека, готов к встрече с врагом, с каким-то патогеном. Это что-то вроде напоминает прививки, например. Когда мы делаем прививки, мы заранее готовимся к встрече с патогенами, наш организм готов отбивать эти атаки. И уж если даже после прививки мы заболеваем, то эту болезнь мы переносим в гораздо более легкой форме, нежели чем если бы мы были не привиты. Поэтому и у растений недооценивать методы стимуляции фитоиммунитета не стоит. Об таких веществах, которые способны стимулировать иммунитет растений, мы уже как-то говорили на нашем канале. Например, о салициловой кислоте. Не путать с аспирином, с ацетилсалициловой кислотой. Использование этого метода обработок до начала болезни помогает существенно снизить вероятность заболевания растений. Или уж если болезни придут, то они будут тоже перенесены растениям в легкой форме и не окажут существенного влияния на урожай. Но есть метод и поинтересней, и помощнее. О нем и поговорим. В деле стимуляции фитоиммунитета растений нам может помочь один из опаснейших вредителей садовых растений. А именно гриб-трутовик. Гриб-трутовик несложно найти в лесу, на лиственных деревьях. Он же очень часто поселяется на березе, на ольхе, на других растениях. А в саду может повреждать и яблоню, и грушу, и сливу, и другие плодовые растения. Он повреждает как мертвые растения, мертвые части, но чаще всего поселяется на живых ослабленных экземплярах. Если у вас в саду завелся гриб-трутовик, это не обещает вашему саду ничего хорошего. От него надо избавляться, но скорее вы избавитесь от самого поврежденного дерева, нежели чем уже от этого гриба-трутовика. Так что обследуйте свой сад на наличие вот этих плодовых тел гриба-трутовика, ну и отправляйтесь за ним в лиственный лес. Заготавливать грибы-трутовики для приготовления препарата для стимуляции фитоиммунитета растений можно и в летний, и в осенний, и в зимний период. Препарат нам понадобится как во время проращивания семян, надо будет замачивать семена, и обрабатывать рассаду, и после пересадки рассады, и во время культивирования растений. Так что препарата нам понадобится много. Для того, чтобы небольшую теплицу, скажем 12-15 квадратных метров, в полной мере обеспечить нашим препаратом, вам понадобится примерно литровая банка вот таких вот плодовых тел. Когда вы пойдете в лес заготавливать трутовик, возьмите с собой топорик или молоточек, потому что отделить эти трутовики от ствола бывает иногда не так уж и просто. Что ж, я надеюсь, что возможность использования вот такого паразитического гриба для наших нужд совершенно бесплатно и на самом деле очень-очень эффективно. Вас привлечет, порадует и заинтересует. Рецептом приготовления самого препарата я поделюсь с вами в следующем выпуске. А сейчас, надеюсь, вы найдете время, чтобы заготовить эти трутовики в необходимом вам количестве. На этом я прощаюсь с вами. Чтобы не пропустить выпуск с рецептом, обязательно подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Возникает закономерный вопрос, а можно ли использовать другие виды древесных грибов с целью приготовления нашего фитостимулирующего препарата? Ну, могу сказать так, что в принципе, наверное, можно, но исследования и даже коммерческие препараты на основе трутовика созданы именно вот на том трутовике, который я вам показал. Что касается других древесных грибов, можно, конечно, пробовать, но это, что называется, на свой страх и риск. Я буду вести речь только о трутовике, который, вот показываю вам, который у меня в руках.